Всем привет, друзья! Ну что, продолжаем готовиться к Новому году. Осталось всего лишь два дня до этого веселого праздника. Ну и давайте продолжим наводить порядки в доме. А сначала побалуем себя вкусным мандариновым чаем. Вообще, мандариновый чай открыла для себя только в этом году. Не знаю, почему не готовила его и в прошлые годы, в прошлые зимы. Но чай получается очень ароматным. За основу можно взять любой рассыпчатый черный чай, порезать одну мандаринку кружочками, сложить все это в чайник, залить кипятком и дать настояться хотя бы 10 минут. Аромат и вкус получается просто обалденный. Ну и, конечно же, еще хочу сказать, что полностью довольна вот этим стеклянным чайником из Фикс Прайса. Купила его, наверное, месяца два назад и до сих пор, как видите, служит верой и правдой и даже не треснула. Сказать, что в этот предновогодний период я как-то массово занималась уборкой, нет. Я этого говорить не буду, потому что постоянно поддерживаю чистоту в доме и тратить примерно неделю на перемывание всей квартиры мне тоже не приходится. Но, конечно же, в период массовой готовки приходится больше внимания уделять плите. И сейчас как раз решила почистить ручки, все их снимаю, залью теплой водичкой и добавлю моющее средство. Вообще, как бы не содержала в чистоте я плиту, но различные капли, пыль и нагар на ручках скапливаются постоянно. Тем более, что ручки имеют своеобразное углубление и в них как можно чаще вот скапливается эта грязь. Заливаю теплой водичкой и оставляю так постоять полчаса. Ну а тем временем перехожу к чистке самой плиты, снимаю все конфорки. И наношу средство. Это у меня средство жироудалитель из фикс прайса. Покупала этот спрей месяц назад. Но знаете, вот по эффективности он мне нравится, но носик распилитель какой-то не очень хороший. То ли мне попался бракованный, то ли у всей партии такой. Пока жироудалитель действует средством для очистки зеркал, я протираю переднюю дверку плиты, чтобы не было разводов. И вокруг ручек тоже все тщательно протираю. Если есть какие-то капельки, их тоже счищаю. Ну а тем временем средство у меня подействовало. И теперь губочкой я все растираю и потом смываю, тщательно утираю насухо. И возвращаю все на место. Все плита чистая, можно, как говорится, готовить дальше. Заодно решила почистить и чайник. Вода у нас, конечно, не очень хорошего качества. И нужно все-таки продумать вопрос о приобретении фильтр-системы. Возможно, в новом году этим делом и займусь. Но а пока почищу чайник. Я всегда покупаю средство Дюден, или еще есть второе его название, Молис, покупаю в обычных бытовых магазинах. Это у нас магазин на улице Ленина в районе большого рынка. Заливаю это средство в чайник и проворачиваю, чтобы средство распределилось по всем сторонам. Оно, конечно, термоядерное и требует потом дополнительного промывания. Но зато весь вот этот известковый налет удаляет очень хорошо. Самое большое скопление пыли на кухне у меня, конечно, под микроволновкой и под духовым шкафом. Поэтому сейчас тоже решила все отодвинуть и все тщательно протереть. Ставлю микроволновку на место и протираю еще стеклянную дверцу. В этот раз я испробовала на технике новую тряпочку для уборки. Это джутовая тряпочка от Фаберлик. В принципе, для техники подходит хорошо. Для чистки фасадов в кухне мне не очень понравилось. Но об этой тряпочке я подробнее расскажу в видеообзоре нового заказа от Фаберлик. Ну а далее возвращаю все салфетницы, органайзеры на место. В принципе, тут мне ничего менять не хочется. Всеми этими прибамбасами я полностью довольна и мне нравится, как они смотрятся в композиции. Кстати, возвращаясь еще к теме чайника. Очень довольна осталась вот этой расцветкой черный чайник в белую крапинку. Как ни крути, при готовке, особенно при жарке, все равно брызги летят в разные стороны. И чайник, если его не убирать при готовке, конечно же, страдает в первую очередь. Но за счет вот этой такой расцветки в крапинку, маленькие брызги жира, они не так бросаются в глаза. И не так часто приходится чайник чистить. Поэтому он мне понравился. Вообще классный. Покупала я его на Азоне. Честно говоря, не знаю, есть ли он еще в продаже. Тем временем оттерла все ручечки, просушила и ставлю их на место. Далее перехожу к уборке пола. Отодвигаю стол, стулья, ну а также принтер со сканером. Все это убираю и занимаюсь тщательной уборкой этого уголка. Потому что не каждый раз при плисосешине или при мытье полов я отодвигаю стол. Потому что приходится отключать компьютеры, все провода. Но все-таки перед Новым годом нужно это сделать. Обязательно все тщательно плисошу. Ну и потом промываю хорошенько с антибактериальным средством. Столешницу на обеденном столе я также хорошенько обрабатываю антибактериальным средством, которое заказывала Фаберлик. Мне нравится ощущение чистоты после его использования. Тряпочка все тщательно вытираю и возвращаю все вещи на свои места. Пока занималась уборкой на кухне, вспомнила, что в запасах у меня был очиститель для стиральной машины. И решила машинку тоже очистить. Этот очиститель давали в подарок при покупке какой-то техники в магазине Эльдорадо. У нас вообще постоянно дают подарочки. Это вот такое средство. Насколько я поняла, оно немецкое. Просто необходимо высыпать вот этот пакетик в барабан машины и запустить большую стирку примерно на час с температурой 60 градусов. Все прочистила. Надеюсь, что внутренний тен очистился. И машинка будет еще дольше служить неверой и правдой. Сняла все свои орхидеи и решила устроить им купание. Отнесла все в ванну, набрала немного теплой воды и дала им так постоять полчаса, чтобы они впитали в себя влагу. Ну а тем временем хорошенько протерла подоконник. Также использовала антибактериальное средство. Оно очень хорошо очищает и отталкивает впоследствии пыль. И приходится протирать намного реже. Заодно подоспел мой заказик из Икеи. Заказала Соне новую мебель, стол и стеллаж. Но подробнее, наверное, расскажу вам в следующих видео. Вот такая будет столешница на столе. Кстати, делала первый раз заказ в Икеи именно крупной мебели. И мне понравилась быстрота и качество доставки. Поэтому, наверное, при желании, если вдруг что-то найду подходящее еще, то буду точно заказывать. Ну что, пришла пора поставить елку. Приехала у нас елка с гаража. Пришлось, конечно, цветы из их любимого уголка отодвинуть и лампу перенести. Потому что в этом углу у шкафа елка смотрится всегда наиболее выигрышно. Но достаю елочку. Знаете, уже сколько раз я использую вот этот метод хранения упакования елки в пленку. И он позволяет компактно ее хранить. Хорошенько все складывается именно в коробочке. И могу вам рекомендовать потом, когда елочки будете убирать свои искусственные, тоже в пленку упаковывать. Забиваем Соне вот эти стоечки. Соня в этом году активно принимала участие в сборке елки. Тщательно расправляем все веточки. Конечно, освещение было не очень, потому что мы елочку собирали уже в 9 вечера. И, естественно, освещения с улицы от окна не было. Поэтому, надеюсь, не так тяжело смотреть этот фрагмент видео. Но потом свет чуть более мне удалось отрегулировать. И, я думаю, картинка стала лучше. Так как моей елочке уже не первый год и какие-то иголочки могут осыпаться, в этом году я приобрела две вот таких зеленых искусственных гирлянды. И обматываю вокруг елки. Тем самым, знаете, вот какие-то проплешины, они убираются. И сами вот эти гирлянды мне понравились. Далее вешаем Sony светодиодную гирлянду. Также могу вам посоветовать потом использовать вот такой способ хранения гирлянды на втулке от пергамента или от фольги. Тогда гирлянда не путается. И процесс ее распутывания в дальнейшем будет намного проще. Ну что, пришла пора украшать елку. В этом году, как я вам говорила, в обзорах покупок фикс-прайса я покупала вот эти декоративные ленты. Уж очень мне понравился декор, как они смотрятся. Я крепила ленту на маленькие проволочки. Sony мне помогала. И покупала три ленты и повесила все их три на елку. И, знаете, хочу сказать, что еще бы хотелось бы дополнить лентами. Потому что вот даже на маленькую елочку их оказалось маловато. Но эффект, который получился, мне все равно понравился на следующий год. И я точно еще таких ленты докуплю. Но, может, и в этом году докуплю, пока они не подорожали. А теперь перехожу к украшению. Распихиваю золотистые веточки. В этом году решила выбрать гамму золота с серебром. Мне очень нравится это сочетание. У нас в запасе были золотистые цветочки, которые заказывала еще давно на Алиэкспрессе за какие-то копейки. Сейчас они, конечно, стоят очень дорого. Но цветочки просто классные. Ну и, конечно же, олени из соленого теста, которые мы с вами делали совсем недавно, тоже отправляются на елку. И, знаете, смотрятся они вполне неплохо в общей массе. И эффектом я осталась довольна. Давно хотела себе игрушки оленей. Но вот все как-то дорого выходило, если покупать нормальные варианты. Поэтому решила остановиться на таком самодельном. Ну и, конечно же, далее вешаем шарики золотой и сереброй. И шарики у меня двух размеров. Маленькие и большие. Конечно же, нужно приготовить новогодний компот. Не только чай с мандарином, но и компот у меня будет яблочно-апельсиновый. Тем более, что свои яблоки уже нужно побыстрее перерабатывать. Все тщательно промыла. И нарезаю произвольными кусочками большую кастрюлю. Беру один апельсин, нарезаю кружочками. Отправляю апельсин в кастрюлю к яблокам. Кстати, еще дополнительно добавила немного сахара. Вообще, выглядит это все красиво. И потом по вкусу мне понравилось. Для большей пикантности добавляю 3 звездочки бадьяна и леониса. Кажется, это одно и то же. И оставляю так вариться буквально минут на 20. Тем временем отправилась в Сонину комнату и решила сменить постельное белье. Запустить большую стирку до Нового года, чтобы все перестирать и все перегладить. Тем временем у меня сварился компот. Я переливаю его в лимонадник. Яблоки я убрала. Оставила только апельсинки и звездочки бадьяна. И, кстати, для вот такой красоты, для такого цвета я добавила 2 капельки оранжевого красителя. И, посмотрите, стало похоже на лимонад. Мне кажется, выглядит красиво. Но вкус очень вкусный. Яблоко с нотками апельсина и легкой пикантностью бадьяна. Заранее решила сварить овощи, чтобы 31 и 30 числа не носиться сломя голову. Конечно, я не буду устраивать большое застолье. 31 мы пойдем в гости к родителям. Ну, а себе приготовим просто оливье и шубку. Дальше, наверное, ничего такого сверхъестественного готовить не буду. Но если только тортик, попробую какой-нибудь сделать. Продолжение следует... Ну, а потом, после всех этих домашних дел, отправились с Соней на каток. Вообще, Соня у меня очень любит кататься на коньках. В этом году стоит уже намного увереннее. И я смотрю, что начала она даже слушать, повторять за мной, как что делать, куда ножку ставить. И посмотрите на этого шурующего бегемотика. Носилась она по всему катку. Хорошо, что у нас в поселке каток свой. И не нужно куда-то ехать в город. Все свое, тем более, свои коньки и у Сони, и у меня. Поэтому практически каждый день мы ходим с ней на каток и вот так весело проводим время. Ну что, друзья, еще раз хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Большое спасибо вам за поддержку, которую вы мне оказывали в 2021 году. И надеюсь, что в 2022 году мы также с вами останемся друзьями. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете теплыми словами. Ну а вам же хочу пожелать самое главное здоровья. Ведь как ни крути, самое главное это только здоровье наше и наших близких. А все остальное приложится и все у нас с вами получится. Продолжение следует... Продолжение следует...